Как съездили-то? Игнат Тихонович, мы съездили очень хорошо, мы благодарны. Он нам рассказал, ролик снял, он рассказал, что вот у него сейчас немецкие пчелы появились, они очень интенсивно работают, он радуется за них. А вот старорусские какие-то русские, они с ленцой как-то так охарактеризовал. И рассказал, что оказывается он вас знает буквально с детства, вас знает. С его детства. С его детства, да. Вас знает отца Якима, про вас он отзывался, что вот и моя мама, кажется, вот ваша мама с его мамой. Вот расскажите, пожалуйста, как это все произошло. Он житель здесь. Я знаю его отца Павла, Геннадий Павлович этот, который Шерстобитов. Живет он сейчас в село Урывка, Тюменцевского района Алтайского края. Его мать Ксения Михайловна, она была главной, там два человека, которые работали, и моя мама Мария Егоровна Лапкина. Мать его была главная, а другое, другая пасека. Тут и Эрлих, и Яков Севастьянович был, мастер на все руки, и маркетанничал, то есть обла скотину подложить, там Боровкакову, сад на его был. На все, на все годен был. Немец. Ну, благословен Господь. А он все помнит, как я когда приходил и сделал качелю на две березы, и его качал маленького. Он жил в нашей деревне, и когда деревня стала к концу подходить, он, наверное, маленько пораньше сейчас, мне даже трудно сказать это, и выехал на Урывку. Что там, и кто не знает, хороший дом у него, и он там завел пчел. Вот бывает пчелам так, варят сахар, а потом пчелам дают, они его перерабатывают, а там ничего нету, хоть сколько его перемалывают. У него этого нет, у него все чисто со цветков. Его мед мы давали даже в Грузии, и то они признали у вас намного лучше, ароматные. И притом вот сейчас 1250, кажется, за трехлитровую, да там и банка, стоимость банки-то еще. Но это свежий, Игнатий Ильич. Свежий. Это вод, который сейчас он накачал и будет еще качать в этом году. А люди, которые думают, вот сейчас или прошлогоднее, а в ней все остается. Это не что-то там. Мед. Вот когда Александр Невский умер от перепитого вина, его везли в колоде, наполненной медом. Гниения нету. Вот откуда какие данные. И вот у него там сыновья, ну не знаю, зятевья там, их не разбираются в них. Они иногда привозят нам. Он нам даже скидку делает, которая по-тирявски. Сам на себя взял. Дешевле. Я могу сказать о нем только положительно. Он туда уехал. Его избрали директором совхоза. Ну, до пенсии, видно, был. А теперь как пенсионер. Главное, что он говорит, я не пойму, как верить. Я ему все рассказывал, Евангелие там подарил. Он говорит, нет веры. Мужчина видный из себя. Отец у него был такой знатный. Ну, мужчина. Одно слово. А веры нету. И он не против ничего. Вот думаешь, как дать? Только нет избрания. Почему? Что? Как? Вот в таком положении оказаться, мне уже никогда не понять, как это. Я вот осознал, что я человек. Живу и умру. И не верить в Бога у меня не было ни одного дня. Я прикидывал так даже. Мне сейчас золотые горы дают. Все желания выполняют, чтобы я был хотя бы один час неверующий. А вот сейчас я могу умереть, и душа пропала. Я никогда на такой компромисс не пойду. А у него никаких компромиссов. Он живет, нормально поступает, болеет. Говорит, вот хожу, тут атмосфера другая, меду вдоволь. Люди курят, он не курит. Я болею, говорит. А они не болеют. С чем это связано? Ну, я по-своему говорю, Господь тебя любит и побуждает к покаянию. Он это всегда говорил или вот последнее время, а заболезнь? Нет, тогда последнее. Какое последнее? Это, может быть, лет пять даже назад. Я ничем не могу ему помочь. Мы знаем друг друга. Я о нем могу рассказать только хорошее. Ну, не было никогда. Он спокойный, спокойный. Ну, представь, только переехал и на все село нет своих родных. Избрали Потеряевского директором совхоза этого. И больше я ничего не могу сказать, что мы каждый день за него молимся, как за благодетеля. Каждый день на молитве, когда заканчиваем ужин, завтрак, обед, и мы поминаем среди тех, кто помогает нам, и Геннадия. Обрати его, Господь, дай ему силу уберывать. Открой ему ту истину, что все остальное, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою. То есть я ему все рассказываю, он не против. Он слушает, но я говорю, молиться, я перекрестился, рука есть. Но веры нет в это. А во что есть вера? Он не может сказать. Он верит, что пчелы – это хорошо, жить нормально – это хорошо. Жена вместе с ним, Галина, приезжает. Он не изменяет ни жене, ни матерится. Ну, золото человек. Веры нет. А веры нет, сыны нет. Верующие в Сына Божия Иисуса Христа имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот в какой стадии он находится. То есть кроме гнева Божия ничего в жизни нет. Это все уйдет. Как улетает, бывает, рой и пчелы. Вон, замерли уже. Видишь, сколько пчел. Вот мы подошли, а они еще тут шабарщали. Это матушкины, да, пчелы? Почему тут у нее закрыто, не знаю. Да уж. Вот этот литок-то закрытый. Так что ли? То есть они вопреки, представь, они пролазят. Ну, почему он закрытый там? Хода-то то ли нету, то ли чего. Ее нету. Я бы вытащил сейчас, как сказать. Вот все мои воспоминания. Тут бы хорошо дать прослушать Можиной Екатерине. Она написала бы стихотворение и положить на музыку. Это, Игнат Тихонович, вот этот мед, как вы его используете в жизни? Как? Вот. Расскажите. В конце. Я очень мало беру его. То есть мед у меня много, банки стоят. А потребляю его мало. Но каждый день, а мало-помало, значит, у меня за 8 месяцев 2 банки ушло 3-литровых. Это совсем мало. Ну, мне необходимо. Если какая-то болезнь, вот девочку прислали одну, а у ней там позвоночник больной, там пчевочки. Я ей назначаю в лагере полную ложку меду. Слизывать языком, чтобы растворялась слюнями. Не так, что раз да проглотил. Лизнул, значит, проглотил, маленькая погодя опять. Слизывать нужно, не проглатывать, ни в шею, нигде. Вот когда человек так делает, у него желудок успевает отреагировать на это. И даю после этого кружку березового сока теплого. Недели-полторы-две проходит, у нее никаких болящих ничего нет. Она играет уже, футбол гоняет. Вот как употребляем. Сегодня там сотовый мед он нам дает, бывает, наложит, нарезанные кусочки. Или здесь они режут уже наполненные. Почему он дает их, не знаю, по расположению или как. Я еще тут брал, а при вас я не беру. Вроде обойдусь. Но на меня равняться не надо. То есть для вас это, прежде всего, лекарство, правильно я понимаю? Лекарство, да. А так, что вот я люблю сладкое, это нет. Такого нет. По другому моя жизнь стоит. И подражать, и переспрашивать. А вы сами занимались пчеловодством? Нет, брат занимался, Павел. Хотя в фильме там вот видно было, что матушка ваша идет, и вы там ей помогаете. Фильм какой-то. Кажется, златоус из Потеряевки. Да, да. Как так получилось-то? Ну что помогал-то? Поддержал там и все. В сетке. Ничего больше нету. Я никогда пчелами, чтобы ухаживать, не интересовался. А вот мать как-то, она, без поповцы были кержаки. А мы уже приняли священство в церкви. И она загадала, говорит, вот сделай колодку такую, колодка называется вот эта вот. Ну а какой я, я сделал такая топорная работа. И она там несколько рамок поставила, маленький рой такой, и загадала, как говорится. Если пчелы будут хорошо брать, значит я правильно поступаю. И она прошла, неделя не прошла или прошла, она пошла полная, до завески все эти рамки где-то. Она знает пчел с детства, еще дед мой, она Мария Егоровна, а Егор Илларионович, это мой дед, ее отец был с пчелами. Тоже пчеловодом был? Пчеловодом, для себя. И он, интересно, чтобы не воровали, он сотовый мед на ночь в тазике ставил на колодку. Кто придет, так чтобы тебя пчелы не ужалило, и возьми готовые, не разрушай. Вот у нас к пчелам как, пошел, разграбил, я не знаю где это было. Если ты уничтожил улей, улей один это, приравнилась к смертной казни. Где, на Руси? Ну да. А вот как кошка, кошка священное животное было в Египте, и смерть кошки приравнилась к смерти человека. А вообще Библия что о пчелах говорит? Ну что говорит? Любят ее все, и муравей, и медведь, и велостилен, и нищие. Для всех она хороша. Насекомых, наверное, тысячи разных, но только пчела одна. А то продают мед пчелиный, а его другого вообще нету, а люди не знают. Оса ворует, шершень ворует, шмель там что-то лепит неизвестно, никто не знает. А она именно перерабатывает. Вот грубо выразиться, мед это сблеванная пчелой, то что она собрала нектар. Миллионы-миллионы цветов надо им, чтобы набрать килограмм. А мы даже нужды не замещаем, раз проглотил. И вот она уже к зиме готовится, опять выкачивает, она еще сильнее трудится. Что ты говоришь, Коля? Я говорю, мед, подарок хороший? Он спрашивает, мед, подарок, хороший это подарок мед? Очень, очень хороший, но в жертву его не приносят. Это как? Ну как? Вот допустим, агнце с горькими травами, а мед не принимается в церкви. Нету ни в левитах, ни в второзаконе, нигде нету. Просто указано, что мед не приносится. Ну жертву я барана привез, быка отдал, а мед нет. Мед я нищим могу отдать. А у вас есть стихотворение на тему пчел? Не вспомните, Игнатий? Ну в смысле, вообще есть оно такое? Ну надо посмотреть. Это я могу найти у себя пчелы. Может быть и есть. Потому что 3467 стихотворения. Ясно дело, что тем более уже больше десяти лет я не пишу. Я сказал, не буду писать больше. И поэтому, что нужно, можно на Екатерине. Вот когда вы смотрите на пчел, какие мысли к вам приходят, Игнатий? Как бы не ужалили. Другой мысли нет. Пройти потихоньку. Какие мысли? Я мед не возьму. Матушка тут давала мед, Павел давал. Я всех благодарю, слава Богу. А так, удивляешься все время, какого размера ячейки. Как они готовят на весну, когда детка, то есть новых пчел. А их кормить надо не медом, а перга, который приносят там превращенный. Там что-то не так, отвечу. И она обрабатывает его, дезинфицирует. И туда наталкивают, когда приносят в готовом виде пыльцу. Лапками усыпляются, головой, как пестиком уталкивают. А чтобы это не загнилось, сверху медом заливает. А чтобы не пролилось, сверху воском затягивает. Это одну ячейку. А их там сотни. То есть очень и очень удивительное все. И вот когда прохлада какая, как выбирают матку, как она спаривается, как охрана, специально пчелы только охраняют, близко к ней никого нет. А если новая какая-то появилась, а эта старая, могут ее задушить и выбросить. То есть журнал я считал сколько, и оттуда поднабрался. Даже трудно поверить, что это такая маленькая мушка, и столько в ней мудрости заложил Бог. На одной пщеле можно уверовать в Бога, а у него пасека и не верят. У него 130, говорит сейчас, ну плюс-минус, 130 вот этих семей. Ульев. И вот у его мамы, когда она в колхозе работала, примерно так же было. Ну вот так, это колхозно, а это свое. Смотри сколько мошкары. Дождя не было, комаров нету. А мошка любит сухое, вот она доедает. А мошка намного вреднее. Комар укусить никогда ничего нету. Мошка только укусит, глаз весь вспухает. Она плоть кусает прямо. Ну она маленькая она. Игнать Тихонович, а вот воск, почему свеча должна быть именно восковая? Как это так? Восковая свеча, почему не парафиновая? Потому что это чистая, природная, божественная, а то химия. И у нас только чистые восковые свечи. Батюшка в большие круги воска покупает, потом свои же выливают. И свечи стоят, они ароматные. А священник там, это раньше было так, работает человек-шахтер или электросварщик, ему дополнительная, как вредоносная работа, молоко дается. И священники, которые в алтаре, вот этот катаракт, который наращивается, иконы все темные. Это все от этой вот химии. Там всего только нет, и не наталкивает, и циррозин, и парафин, и все. А здесь ничего нету. А когда вы на свечу восковую смотрите, какие у вас ассоциации, образы происходят? Никакие, вижу, что много жгут. Одну-две зажечься, а зачем двадцать? Бог и так знает свету, у нас электричество есть. Люди понимают, что свеча это дар Божий, и дальше я что-то у Бога буду иметь, люди покупают. Ничего этого нет в Писании. Это светильники. А я никогда не ставлю. Я благодарю Бога, что они горят. И всегда говорю, зачем у батюшки нету? Вот зажгут там шесть-семь, ну зажги две свечи достаточно. И притом догорает до конца, помогает и погаснет. У нас в уставе написано, все сожжения. Вот все. Благодарим. Аллилуйя. Пошел. Диктофон снимем сейчас. О! Поволокся. Ну ладно, что-то будет. Спаси Христос. Аллилуйя. Оказали нам внимание очередной раз. Все. 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 Все.